Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире драматургия, драматургия истории. Знаете, такой вот наш цикл. Сегодня уже, слушайте, восьмой выпуск, восьмой выпуск программы, а мы еще хочется сказать с вами, и не начинали даже, по большому счету, тему. Но, как всегда, в студии у нас сегодня Евгений Понасенков. Женя, здравствуйте еще раз. Приветствую. Радостно вас видеть, помолодевшего за эту неделю. У меня это каждую неделю случается. И скоро, видимо, до эмбриона уже. Нет, ну вы не перебарщивайте. Всегда важно соблюсти меру. Нет, ну я смотрю на произведения антиков в Эрмитаже, и я понимаю, что у меня еще есть куда работать. Вот так вот. Что ж, ну давайте уж скажем прямо. Продолжаем мы тему цивилизационного развития вообще общества. Да, вообще общества. Ну, если честно говорить, то это, наверное, глубже и шире. Это не какой-то, может быть, элемент. Особенно мне нравится, когда глубже. Глубже вам нравится. Это мы понимаем. Не знаем, как на это реагировать, но понимаем. Так вот, говорим о цивилизационном развитии. Надеюсь, что это будет такой разговор, такой серьезный, с попыткой все-таки до чего-то докопаться. До чего-то докопаться. Ну, а совсем недавно я просто сделаю такой экскурс в драматургию истории. У нас была программа в прошлый раз, посвященная евразийству. Ну, такая очень, такая программа получилась неоднозначная. До этого мы говорили о роли личности в истории. Ну, и ко всему этому мы пришли, конечно же, через войну 1812 года. И уж там и личности, и драматургии хватило ой-ой-ой сколько. Мало ли, кто не видел начало нашего цикла. Может, легко это сделать в интернете, на сайтах. В общем, ни в чем себе не отказывайте. Евгений, так все-таки вот это самое цивилизационное развитие. Мы остановились в прошлой программе на том, что мы все разные, мы не одинаковые. Действительно, долгие годы, коммунистические годы нам предлагали четко совершенно вот такую вот матрицу, где каждый советский человек, он одинаков. Он одинаков, и вот в этой одинаковости каждый должен жить и видеть свою ячейку, из нее не вылезая. Но, тем не менее, даже в этих советских ячейках всегда были те, кто вылезал. Это были великие актеры, это были музыканты, это были ученые, это были, это были, это были. Не так был однозначен этот мир. Даже были обыкновенные люди, эти обыкновенные люди, воры-цеховики, которые, собственно говоря... Выделялись своим финансовым благополучием на общем фоне, но почему же нет? Что-то прихватывали с работы, это не то, что сейчас. Сейчас-то хватают прямо громадными кусками, это раньше акварельно было. Так вот, все-таки одинаковые все и не одинаковые? Конечно, нет. Ну, те, кто высовывались, простите, да, им же давали по шапке, сначала там расстреливали, потом в лагерь, потом высылка. Можно жить, допустим, только в определенных городах, но не в больших, да? За сотый километр, да? Да, или, нет, даже не то, что за сотый километр, а просто в больших городах жить было нельзя, как вы знаете, некоторым. Или лишали гражданства, или объявляли тунеядцам, потому что, нет, высовываться нельзя было категорически. Было пару людей, которые как бы сотрудничали очень плотно с властью, формировали имидж СССР за рубежом, которым позволялось многое, но в том числе даже очень запрещенное удовольствие. И они будут называть фамилии, там и пианистов, и танцоров. Был один такой танцор, кавказский, с очень тонкой талией. Было такие две талии, одна у Гурченко, другая у него, он еще в Папахе все время ходил. Вот ему и еще одному советско-немецкому пианисту очень многое позволялось. Но вообще всем остальным ничего не позволялось. Так вот, вся же проблема в том, что действительно не просто цивилизации разные, но даже внутри цивилизации есть большое отличие. И тем более, конечно, разные все люди. Мы с вами различаемся, и все мы, вот, например, у нас уже неравенство начинается. У вас два воротника, у меня только один, очень далеки от народа, вот как декабрист. Я же не знаю, как на это реагировать, но буду работать над вторым воротником. Студиться, стыдиться и скрывать такие вещи, скрывать, конечно, я же доложу, мне вообще интересно, на какие доходы второй воротник. Наверняка ведь не на одну зарплату живете. Да, и даже не на две. И даже не на две. И когда вы говорите сегодня серьезный разговор, вы знаете, я, наверное, вас отчасти разочарую. Я не хочу очень серьезного, сухоакадемического разговора. Во-первых, мне хватает и на лекциях. Да, во-вторых, эта тема, тема борьбы цивилизации, она настолько страшная, очень печальная. И она не историческая, она происходит сейчас, что остается только плакать. А плакать я не желаю, поэтому, когда нельзя плакать, надо уже смеяться. Но все-таки расскажите, да, свое видение, поскольку... А видение очень простое. Видение очень простое. Мы живем в эпоху подмены понятий, подмены одной цивилизации другой, которую захватывает, захватывает при пособничестве и участии нашей же западной цивилизации, да. Потому что произошла колоссальная, катастрофическая ошибка, которую внесли наши псевдоинтеллектуалы, об этом мы уже говорили. И на самом деле то, что сегодня называется терроризмом, актами терроризма. И, так знаете, предательски правители стран говорят, что это вот отдельные личности, отдельные сумасшедшие, отдельные мальчиши-плохиши. Это, конечно, ложь, ложь преступная, потому что это не отдельный акт, это война. Это война, новая война, это мировая война. Она нонконвенциональная, я об этом очень много писал, и в «Коммерсанте» везде. Что такое нонконвенциональная? Вот конвенция, да, вот то, что по закону юридически идет, и то, что неподзаконно, да, не цивилизованно. То есть вы объявили войну, вы талантливо выиграли или неталантливо проиграли сражение, по итогам заключили какое-то мирное соглашение. Все. Это так приличные люди поступают, приличные страны. А неприличные, так сказать, дикие, варварские, они поступают без этого, без всякой дипломатии. С ними бесполезно говорить о правах человека, о дипломатии. Бесполезно искать там, простите меня, в этих странах мирное население. Но не может быть мирное население, если обучают детей с трех лет держать автомат Калашникова. Я же вижу сам с трех лет, смотрю телевидение, смотрю эти репортажи из пыльных регионов, где детишки, так называемые, бегают с автоматами Калашниковой, у них только одна мысль – стрелять. Все. Или как писал Бродский в известном эссе «Путешествие», дальше я делаю пропуск, не скажу куда, потому что мы в эфире, но люди найдут быстро в интернете. Он пишет, главная, значит, основа, особенность той цивилизации – это резать. Резать, да? Но поскольку мы ему уже дали достижение западной цивилизации, они уже могут и стрелять, и звонить по телефону, и направлять нами же изобретенные самолеты для убийства. Таким образом, конечно… Но это может быть просто этап развития этой цивилизации. Как вы красиво сказали, этап развития цивилизации. Это не этап развития их цивилизации, там развития нет никакого. Этап развития их цивилизации был, если бы они изобрели какой-нибудь сами самолет, вы меня простите, да? А это уничтожение нашей цивилизации, это большая разница. И кроме того, когда вы говорите, вот там молодое это, молодая религия, иногда говорят, что есть молодая религия? Она моложе вас, что ли? Или моложе вашей бабушки? Или моложе вашей прабабушки? Моложе вашей страны? Моложе России? Старше? Все же очень старше. Более того, даже так, скажем так, ну мы, потому что в эфире, мы же ничего не можем, мы сами себя заковали в наручники, бредовые совершенно, псевдоинтеллектуальные, ошибочные, юридические, да? Потому что мы пытаемся, понимаете, политкорректность – это великая вещь. Политкорректность – это уважение человека к человеку, это самое главное изобретение цивилизации. Но, если вы с ним придете к тем, кто не является частью, органичной частью этой цивилизации, в чужой монастырь, будете им давать или объяснять про эти права, они их не родили, не воспитали, не сделали, не выстрадали, не сформулировали эти права человека. Они плевать хотели на эти права, они и правильно делают, что презирают, они просто другие, но другие. Они будут презирать ваше право человека, и они… нет, они у вас возьмут что? Бытовую технику, деньги, социальное жилье. А дальше они будут вас с ножом подстерегать у подъезда. Все. И плевать они хотели на ваше право человека. Вы им даете, а они не хотят. Таким образом, что происходит? Происходит очень простая штука. Действительно, действительно, сегодня идет Третья мировая война. Она характерна тем, что нету пограничной линии, нету линии обороны, нету линии боя, ничего этого нет. Вообще позиции даже нет. То есть враг уже внутри. Причем враг, он не просто внутри, он еще иногда даже участвует гражданско в, как сказать, в войсковой части. То есть это штирлицы, масса штирлицев. Только штирлицы, конечно, не такие, как вот утонченный с профилем интеллигент Тихонов, да, который прекрасно одет вот эту красивую униформу приталенной, слушает Марью Курек, любит фильм, да, там смотрит скучающе, так сказать, уныло на жену в элефанте, которая пришла и вот там под ковзону что-то они... Нет, это совершенно не такие штирлицы. Это штирлицы совершенно другой эстетики, антиэстетики. И, вы понимаете, вот это все уже внутри. И когда они нападают, а они будут нападать, когда правители говорят, что это вот не что-то в целом, а что-то конкретно частное, это не частное, потому что... Например, покажите мне эстонца-террориста. Австрийца-террориста. Ну, есть же... Ну, покажите мне. Фамилия есть? Есть же Брейвик. Слушайте, вы с Брейвиком как со списанной торбой, честно, все. Просто вот как что, теперь, там неважно, любая тема. Пример вы просили показать вам эстонца. Он эстонец? Он не эстонец. Он австрийец? Он не австрийец. Бельгиец? Ну, он скандинав. Он скандинав. Скандинав. Понимаете, когда говорят, ну, Брейвик, Брейвик, Брейвик. Знаете, что самое главное в науке истории понятие? Это причинно-следственная связь. Вот и мне скажите честно, положа руку на это дело, причинно-следственная связь. Что было первое? Одно или Брейвик? Или второе? Нет, ну... Сначала появилась некая проблема. Так вот, смотрите, если вы будете истошно орать и говорить, какой плохой. Ну, плохой Брейвик. Ну, совершил преступление. Я только задум. Совершил преступление. Да, надо. Ну, это кошмар вообще. Это очень плохо. Это очень, очень, очень... Это моя камера. Это очень плохо. Это очень плохо. Но если вы хотите, чтобы это продолжилось, чтобы был еще один, а потом еще один Брейвик, тогда вы будете заниматься исключительно самим Брейвиком, а не проблемой. Решать надо проблему. Но решить проблему можно только, но проблему... А я вам в эфире проблему не назову. Потому что вас лишат лицензии, а меня больше. Вот, проблему не назову. И я просто хочу сказать, что надо лечить болезнь, а не следствие. Знаете, вот... Тоже очень просто. И ведь это все очень просто. Очень просто. Но, к сожалению, степень идиотизма тех, кто нас в это ввел, она катастрофична. И все происходило в 50-е, 60-е годы, когда были леваки. Когда Деголь был очень старый и очень поздно избрали неблагодарные французы. И он уже решал по-другому алжирскую проблему. И надо было решать умно. А он решил ее постарчески, все сдал. И так далее. И, конечно, Деголь был в этом отношении, совершил колоссальное государственное предательство. Но он не мог по-другому, потому что он уже был не в силах. А вот эта вся левацкая кодла, она, конечно, уже побеждала массой. И это продолжилось потом такой тихой сапой. Кроме того, я не скажу, кто, тоже в эфире вам не скажу, кто, был очень заинтересован, это этногруппа. Заинтересован в новом рынке, не то, что в рынке сбыта, в новых покупателях. Потому что европейцы все купили. То есть, если вы приличный человек, у вас уже есть бабушкин комод. Так у них не на что покупать-то. Как это не на что? А социальные пособия? Ну, там копейки. Ну, как копейки? Это для вас... Ну, что? Ну, Алексей, ну вы тоже, ну... Вот меня все обвиняют в барстве, но вы, честное слово, у вас два воротника. Для вас, у вас один воротник сколько стоит, да? Это копейки. А для них это, как понимаете, они и это могут, и это купить. А если они еще детишек нарожают, как тараканы, да, уже быстро. Это не то, что мы думаем, ой, как же мы его воспитаем? Ну, в какую школу один? Как же мы, значит, вот это, значит, все будем делать? Нет. Значит, у них это просто, чтобы лишние две копейки на пособие получить с этого ребенка. И вот они это сделают, получат, и могут купить уже много. И могут купить из ДСП все, что угодно, да? И у них нет бабушкиного комода с виньетками Людовика XIV, да? Вообще плевать на виньетки. Просто плевать. И всегда будет плевать. И никто меня не переубедит, потому что я это, знаю, с ними говорил. Я в Париже, значит, не где-нибудь, а в 16-м арендисмане, куда их вообще не пускают по негласному сговору, их просто не пускают туда, не сдают квартиры. Вот я в 16-м арендисмане, в тихом, спокойном, отбивал школьника, когда увидел, что на него напал, не скажу, кто. И потом, когда я этого отбил, пустил, значит, послал домой, я говорю, ну-ка, мне отвечай на вопрос. Он мне все ответил. Он сказал, что никогда, он уже, кстати, гражданин, он сказал, никогда я не буду с вами, потому что я, так сказать, это не мое... Как не верить? Ты уже здесь родился. Он же там родился уже. Ну, смотрите, Евгений, давайте немножко... Вот вы, значит, называете неизвестно того, кто это. Всем это известно. Как знаете, как Волан-де-Мор, да, из Гарри Поттера. Ну, а мы же не имеем права. Так вот, послушайте, вот я хочу сказать, я хорошо знаю регион Басконии, да, а это Франция все-таки. Уж конечно, хорошо вам знать, с двумя воротниками. Так вот там, послушайте, некая другая история. Там, наоборот, не арабское население. А кто такие, а я не знаю, а что арабское? Ну, вы не знаете, это я так, это я не для вас, это я для зрителей. Вот для зрителей, пожалуйста, я здесь вообще ничего не слушаю. Для чернокожего населения, их туда не пускают, не пускают баски. Я не знаю, что чернокожего, я знаю только афроамериканцев. То есть, соответственно, что такое афроамериканец, если мы идем по аналогии, я прошу прощения, значит, это будет афро-француз. А если Него родился в СССР, значит, это будет афро-совок, правильно? Ну, неплохо, да. Кстати, опять же, хочется вернуться к тому фильму, про который мы с вами говорили в прошлой программе. Значит, цирк, да, Любовь Орлова. Весна, мы говорили про весну. Про весну, да. Но про цирк тоже можно, цирк, это же тоже украдено. Там, Орлен Дитрих, здесь тоже все украдено было. Окей, так вот, беря Басконию и беря... Нет, там они брали черного ребенка и передавали в цирке от ряда к ряду, помните, да, песню, там, спят медведи и слоны, но не на работе, вот спят и передают этого ребенка. И потрясающе, там, кто Масальский, там никто играл? Не помню. Я не помню. В общем, кто-то типа Масальского, помните, у этой женщины черный ребенок, а я, ну и что? Да, вот все оттуда. Вот, возвращаясь к Басконе, там создают все условия, чтобы эти люди не смогли каким-то образом аккумулироваться, ассоциироваться в этом регионе. То есть им, как вы сказали, по негласному сговору, ну это, в общем, такая в басской культуре невозможно, там, снять жилье, фактически невозможно купить, нельзя устроиться на работу. Более того, очень четко... Все, я туда еду в отпуск. Я туда еду в отпуск. Ну, приезжайте. Локальная полиция, муниципальная полиция следит, чтобы они, ну, грубо говоря, вот так, не шатались по улицам, а если они шатаются, они задают вопросы. Так вот, дальше реки Адур, они не проходят, да? Ну, это же очень маленький регион, к сожалению. Это маленький регион, но хорошо, но он существует. Ну, счастье, значит, последний бастион, он же ничего не решает. Ее французы называют басконию Франции с 60-х годов. Значит, если это действительно так... Это действительно так. Все, значит, я там скоро буду. Потому что я хочу надышаться Францией моей... 60-е годы во Франции, это такое чудо, это, понимаете, ну, конец уже, шерверские зонтики, это... Ой, это же Жанна Моро, это порочная, это изумительно порочная такая... Вот она интеллектуалка, но порочная, это все вместе, Жанна Моро. Ну, понимаете, это... Не, ну, Шербургский зонтик и Легран, конечно, да. Это все та эпоха, да. И, конечно, а сейчас это тренинг-бренинг, ведь то, я не скажу опять, какой регион, у них же какая, у них вообще нет контрапункта. У нас кто-то там что-то ремонтировал нелегально у соседей, да, и включали это по 3-4 часа, и нет никакого изменения мелодии. То есть, если они писали, что у них здесь должно быть, чтобы они могли вот это... Ну, это просто вообще, ну, я уже не знал, что... Это может сойти с ума, это действительно может сойти с ума, если они уже не сошли. То есть, в 60-е годы, тем более, Катрин Денёв, она же Дорляк, да. Катрин Денёв, это Нина Костыльнова, это Шербургский зонтик, или Жанн Воро. Жерар Филипп, вот уже последние годы, он в 59-е, ну, очень рано умер, но все равно. Ален Делон, Плен Селе, это на ярком солнце, да, великий фильм Климана 60-го года, изумительный. Там все красиво, это снималось на Иске, не во Франции. Кстати, вот в этом же регионе очень долгое время живет известный модельер французский, который, вот приблизительно, за ваши взгляды, был уволен, по-моему, из модельного дома. Мы не произносим, с какой модельный дом, потому что бы сразу я с какой модельер рассказываю. Значит, рассказываю. Этот модельер, во-первых, я думаю, естественно, это его подстава, потому что вот так вот снять пьяного человека снизу мобильника, можно только специально его подпоить, да. Это подло, это вообще мерзавство настоящее. И он ничего страшного не сказал. Вообще, если честно, я не помню, что он сказал, но ничего страшного точно. Ну, чтобы он не сказал, в самом деле, что это пьяная женщина, да, что скажет. Французский модельер. Французский модельер, да, но он же человек выдающегося таланта. И, вы меня простите, он заплатил во французскую казну столько налогов, что он может себе позволить говорить все, что угодно. Хорошо. Ну, давайте вернемся к нашей теме, сегодняшней программе. А по поводу Франции я вообще могу сказать так. Да, вы мне уж, конечно, простите, но вот они не захотели, значит, белокурых бестий, да, получили другое, еще лучше. И, а что касается белокурых бестий, они же как, вот кто придет, они тому и рады. Но про белокурых бестий и движение сопротивления, вот они сейчас очень много про это говорят. Ну, простите, ну, реально же там было пять человек, про которые сняли девять фильмов. Да? Жень, нам вот надо сейчас с вами определиться. Нам надо как-то более открыто говорить с нашими телезрителями. Да мы не можем. Нет, мы можем. Ну, вы можете, а я не могу. Просто у нас становится это между собойчиком, понимаете? У меня семья, у меня семья, я не могу. Ну, давайте как-то мы все-таки как-то более открыто. Послушайте, зрители, поверьте, они хорошие, они все понимают. Зрители все понимают, это же очень... Те ленинградские публики, это наша московская деревня, это потрясающие, умные, образованные люди, которые видели и Товстоногова, которые помнят, как играл Стрижельщик. Ну, о чем вы говорите? Когда помнят, как играл Смоктуновский, простите, идиот, да? Они же все помнят, ничего не забыли, они еще помнят роман с Рощином. Но мы не должны программу превращать в между собойчиком. Должны, должны, потому что самое интересное, это подсматривать за тем, что происходит на кухне. Вот это же самое интересное. А вы ходите официально, здравствуйте, академично, все. Ну, кому это нужно вообще? Пусть вам лицемерят другие ваши гости. Хорошо, пускай лицемерят другие наши гости. Жень, давайте сейчас вернемся. Так вот, почему все-таки люди разные? Почему все-таки они одинаковые? Это к эволюции, это не ко мне. Это эволюция, это 2,5 миллиарда лет эволюции. От ничего ко всему. Вот мы пришли к такой большой разнице. Не, ну, действительно, это так. И вообще в плане духовности и новых норм законов, я очень советую, дорогие мои, чтобы понять, почему так все происходит, почему все разные, прочитайте, что такое эволюция, как все формировалось. Вот, и тогда вам все станет ясно. Рожа, существует ли какая-нибудь технология, которая позволяет, ну, например, выделить, да, тех людей, которые, ну, за что-то отвечают, что-то делают и в чем-то состоялись больше, чем другие, в решении узкопрофессиональных или, может быть, общественных процессов для формирования более успешного общества? Я достаточно внятно сказал вашим языком. Нет, ну, сначала мне все надо, чтобы вы записали, потом я это возьму на ночь с этим, так сказать, как-то проконсультироваться со специалистами, чтобы расшифровать, перевести. Я понял вопрос. Значит, нет, вы поймите, ничего сделать сейчас уже все поздно. Почему? Объясню. Вот вы хотите... Поздно не бывает никогда. Нет, вы хотите сейчас просто уже жить по уму, да, по-разному. Вот этот человек может что-то и умеет, да, пусть он этим занимается. Очень поздно, потому что тогда нам нужно переписать всю философию и всю юриспруденцию. Надо произвести тогда интеллектуальный мозговой сортинг. Это то, что Савельев, кстати, предлагает нейрофизиолог, да. Вот сделать снимок. Он сейчас дорогой, скоро будет дешевле гораздо, если тем более будут государственные деньги. Сделать снимок, там будет видно по структуре мозга. Так, этот к языкам склонен, этот к этому, этот к воровству. Значит, ставим на должность министра. Все. Значит, сделать сортинг. Но это же никому не выгодно. Нет, но вы помните такой фильм какой-то был в далеком-далеком прошлом, когда появлялся какой-то дедушка, которого играл, если я не ошибаюсь, то ли Дуров, то ли Быков, который приносил машинку, 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 которая определяла ребенка в детстве, каким талантом он склонен. Это что же такое за фильм? Ну, какой-то старый советский еще фильм. Советский, детский, наверное, какой-то. Ну, не очень. Там еще Караченцев молодой был. И вот как раз Караченцев. Нет, подождите, подождите. Вы не про приключения электроника? Нет, я не про приключения электроника. Это я помню. Да, потому что я просто думаю, что же вы делаете. Машинка, которая определяет, талантливый человек или нет. И в чем он талантливый? Чтобы по жизни он дальше шел, вот именно зная свое призвание. А советский ученый, советский журнал «Техника молодежи» — это высочайшее достижение человечества. Не надо было от этого отходить. А мы вместо космоса, вместо науки, вместо «Техника молодежи» получили, значит, опять мракобесие сейчас. Благодаря, не скажу кому. Кстати, вы знаете, я вам так... Ой, знаете, дорогие, я так благодарен вам, петербуржцам, ленинградцам, за то, что вы нам послали в Москву. Так благодарен, несказанно. Продолжаем. Хорошо. Ну вот, тем не менее, нельзя ли, допустим, например, формировать как-то по-новому избирательное право? Вы у меня спрашиваете. Вы спросите у тех, кого вы к нам направили в Москву. Я сейчас не говорю даже исключительно вот такой российской истории, а как, в общем-то, более цивилизационной. Нигде нельзя, нигде нельзя, объясняю, смотрите. Ну, а почему нельзя? По имущественному праву, по праву ответственности, по количеству детей в семье и так далее. Нет, нет, эти цензы, к сожалению, они были в девятнадцатом веке. И при голосовании, вы знаете, был имущественный ценз. Весь девятнадцатый век во Франции голосовали, и уже либеральные, да, ситуации, по имущественному цензу. Потому что нищий не может голосовать, он безответственный, не может голосовать человек без собственности. Демократия настоящая, древнегреческая, была на чем основана? Вот гражданин полиса, у которого есть только тот, у кого есть собственность, понимаете? Не всякий, кто на улице спит, да, или без образования, никого не халоп, да, а только у того, у кого есть собственность. И Америка на этом тоже стояла, и сейчас тоже неизвестно куда покатиться при изменении ситуации философской. Так вот, любая демократия основывается только на том, кто ответственно принимает решения, в том числе при голосовании. Но, почему ничего не изменится? Очень режиму, очень выгодно сохранять подмену демократии, иллюзию демократии, говоря, что, ну как-то, пусть все голосуют. А что значит все? Все те, кто не имеет образования, в том числе большинство населения, не может иметь мнения, потому что не имеет большого интеллекта и большого образования, больших познаний. То есть их обмануть очень просто, тем более с использованием телевидения, да, и это видно на выборах. Вы можете все, что любую, совершенно вставите мысль, абсолютно любую, да, даже объяснить, что, а почему вы нищие, а потому что виноват пятая колонна или дядя Сэм. Вот поэтому нищие, а не потому что правительство воруют, да, вот все же очень просто. И опять проголосуют. Те же бабки, детки и внучата проголосуют, необразованные. Все, и, а если мы говорим о том, что надо ценз ввести, ценз образовательный, интеллектуальный и, значит, обеспечение собственности и заработка. Ну хорошо, не хотите так, давайте введем brains, значит, мозговой, вот то, что Савельев предлагает, сортинг. Ну, тут же сразу встанут все, что это и фашизм, и неполиткоррект, и все, что угодно. Любые плохие слова, неадекватные данной ситуации произнесут. Но это выгодно для цивилизационного развития общества. Мало ли вообще, что хорошо. Есть, конечно, что хорошо и что плохо, но если бы история развивалась только по логике, по уму, потому что хорошо, совершенно другая была бы мир. У нас бы не было ни инквизиции, ни религиозных войн, ни мракобесия, ни фашизма, ни коммунизма, ничего бы этого не было. Если бы только мы позитивно развивались. Но нет, конечно, истории, вообще история состоит из бреда, простите меня. Из бреда того, из бреда, который производит толпа. И из того, что некоторые гении пытаются хоть что-то подарить толпе, а толпа говорит, нет, у нас духовные скрепы, мы как с тарелочками, вот знаете, африканское одно племя, с тарелочками в губу вставили, мы с тарелочкой будем до конца жить. Хотя это антисанитария. Потому что это наши духовные скрепы. Вот так и живем, не ждем тишины. Хорошо, но означает ли, что могут появиться какие-то новые политические институты? Например, политические партии. Насколько они исторически прожили свое? Или они по-прежнему актуальны? Я не имею в виду здесь российскую действительность. Да, у нас партии просто о каких партиях в России вы говорите, я просто не представляю. Нет, мы говорим сейчас о каком-то достаточно широком понятии. Широком? Прежде всего, наверное, об европейском. О европейском. Но в Европе, в общем, тоже все стало, как сказать, Европа, Европе рознь. Потому что Европа историческая, это одно, это прекрасно. Европа сегодняшняя, это подмена уже Европы. И, конечно, партии, которые были, это были партии, основанные на какой-то действительно системном мышлении. А сегодня появляются там партии клоунов каких-нибудь. Там в Италии какой-то победил клоун, да? Но не победил, там очень много набрал. И клоунов очень много везде. Появляются партии разных цветов. Ну, разные появляются партии. И это уже совершенно другая история. У них нет никаких серьезных предложений. У них есть только, ну, как сказать, это очень опасная игра, да? Это для них игрушка. А все-таки политика, поверьте мне, не игрушка. Это очень опасно, когда в нее играют. И народ, который зажрался в Европе, действительно очень хорошо живет, он готов отдать вот эту свою хорошую жизнь по глупости куда угодно. Вот этим клоуном. И сдать, так сказать, приглашать в свою квартиру дикарей и так далее, и так далее. Вот же, что происходит. Это все происходит от чего? От хорошей жизни. Это происходит от того, что любой человек цивилизации, он, конечно, постепенно становится очень мягким. И, как это сказать, ну, он теряет инстинкт самосохранения. Потому что инстинкт самосохранения, это все-таки животное начало. А мы очень выделяемся уже цивилизацией из животного мира. И мы думаем, что кто-то нас, мама, папа, дядя, милиционер защитит. Вопрос политиков и интеллектуалов, как раз это чувство не терять. Ну, а где вы возьмете интеллектуал? Вы с Артера думаете, что это вот этот вот урод интеллектуал, да, у которого то, что на роже, то и внутри было. Это был абсолютный мерзавец, негодяй, который, собственно, из-за него вот сейчас и погибла Франция. Из-за таких, как он, да. Вот эти все леваки. И то, как он, как сказать, он подменял понятия, он лгал. Он метался от совка к несовку и туда и сюда. Так в этом же вся трагедия, потому что мы до сих пор не сказали, что Сартер, Сартер, это предатель нашей цивилизации. Мы не сказали этого. Мы не сказали, что СССР, что надо было проводить иллюстрацию Нюрнберг. Не сказали. И поэтому СССР может быть хорошим, и Сартер может быть хороший. А мы должны четко понять, что плохо, что хорошо. И только тогда можно двигаться вперед. Может быть, какие-то новые политические, не формации, а новые политические группы, не группы даже, а образования, могут прийти на смену партиям. Например, хорошо забытый орден. Новый и хорошо забытый. Это звучит хорошо? Новый и хорошо забытый. В новый формат. Орден. Орден. Они провалятся. Объясню почему. Мы в патовой ситуации. Будут появляться партии, которые захотят спасти европейскую цивилизацию. Но эти партии, если их не запретят, эти партии будут иметь минимальный успех на выборах. А выборы не отменят, потому что это уже вошло железно. Железно. Выборы вошли железно в юриспруденцию, в практику. Так вот, они будут иметь всегда небольшой процент по одной простой причине. Потому что уже запущен механизм, механизм смертельный. Механизм, когда имеет право голосовать, например, кстати, во Франции за последний год, фактически уже не представители цивилизации. Да ладно. Ну, конечно. В каком виде? В прямом виде. Вы знаете, что Алян делает? Ну, что-то знаю. Ну, что-то знаете. Вот посмотри, я тоже, ведь я не могу впрямую сказать, что вот кто уже может голосовать или скоро будет голосовать. Кто выбрал? Слушайте, кто выбрала? Знаете, в прошлом году, 6 мая, когда вот здесь происходили подставы, страшные подставы свободомыслящих людей у нас в Москве. Это была трагедия. А я 6 мая наблюдал другую трагедию. Я был в Париже. Помню, я вышел из магазина Virgin на Елисейских полях. Я купил себе потрясающие компакт-диски Соколова-пианиста. Это гений. Там Ромо, Прокопьев. Я вышел. Я был очень долго, потому что я выбирал диски, сидел там в кафе, часа 2,5 был. Я уже знал, к сожалению, что победил Олянд, а не Саркази. Это трагедия для Франции. Ну, кстати, хочу добавить, что не было еще в истории Франции такого президента, который бы так быстро терял свой рейтинг. Но быстро терял, но, к сожалению, он уже много сделал. И вот, смотрите-ка, я выхожу на Елисейские поля в Париже. Париж — это для меня город радость, сон, любовь, все что угодно. Я все-таки франковед и автор монографии о «Наполеоне» о 12-м годе и ставил французских авторов. У меня есть спектакль, как у режиссера о жизни Верлена и Рэмбо. Я люблю, я уважаю, я преклоняюсь перед этой цивилизацией, которая так много подарила России. И Франция так много спасла русских людей, когда здесь пришли к власти дикари. Так вот, я выхожу из этого магазина с потрясающими дисками, на которых записана музыка, великая музыка. И я испытываю состояние шока, потому что я оказываюсь на совершенно другом континенте, где нагло, шумно, грязно, в прямом смысле слова, вот, мусорят, да, не обращая внимания на прохожих, на машины, перекрывая движения, не обращая внимания на полицейских, ни на кого, празднуют свою победу, свою победу те, кому выгодна победа Аланта. И я оказался, я подчеркнула, я не могу говорить прямой, я оказался на другом континенте. И это продолжалось всю ночь. И я не против чего, пожалуйста, боже мой, если талантливый человек, любой нации, этносы, цивилизации, хоть марсианин, свининскую, любой вообще прилетит, певец, режиссер, писатель, композитор, архитер, любой замечательный человек, который уважает нас, да, который уважает цивилизацию, который хочет соблюдать права человека, конституции, законы, который себя ведет интеллигентно, я не просто его приму, я ему помогу, я все для него сделаю, потому что это моя обязанность, как тот же человек, как представитель, мы представители одного вида. Если он не желает отказаться от своих варварских традиций, если он не уважает ту культуру, которая ему дала приют, еду, одежду и все на свете, если он не уважает, да, еще и разрушает, тогда он мой враг, лично мой и всех. И когда убивают в Лондоне, режут британского солдата, это трагедия не для него, не для его семьи, не для Британии, это трагедия для всего человечества цивилизованного. И это колокол звонит по нам всем, поверьте мне. И то, что мы прячем голову в песок, это омерзительно и очень опасно. И вы не отсидитесь в маленькой басконе с двумя воротниками. Я буду всячески участвовать в процессе. Но вы мне, Евгений, перед этим скажите, перед тем, как я буду там отсиживаться, об одной, мне кажется, тоже немало важной истории. Но мы сейчас говорим о месье Оландии и того, что как он... Как сказать, месье Оландии? Ничего себе месье. Но был до этого, как вы помните, очень неплохой другой кандидат в президент. Какой? Ну не надо выпили. А, Страскан. Который был снят фактически. То есть, может быть, тогда понять вот эти механизмы, почему это произошло. Эти механизмы вообще древние. Нет, почему это... Как это делается, это понятно. Почему? Кому? Кого он не устраивал? Кого не устраивал? Почему цивилизационный человек, знающий какие... Или это случается? Я был в одной гостинице вместе с... И вы были там? По-моему, я слил протест. Нет, я был в одной... Так получилось, что я был в одной гостинице, где мне сказали, что там Олан, и у него на этаже, на его двери постоянно, не снимаясь, теперь висит не входить, не беспокоить. То есть, даже на уборку не беспокоить. Он уже так боится всех этих подставок. Горничных. Да, вот этих тех, кто подставляют, кого специально подставили ему. Убрали почему? Потому что были ошибочные, очень ошибочные внутри политические разборки. И действительно, лучше был бы он, хотя считался левым, он совершенно абсолютно не левый. Его убрали именно поэтому. Чтобы было недостаточно. И это была ошибка, потому что был бы он, так сказать, не было бы ничего хорошего, но не было бы ничего и плохого особенно. Его убрали именно потому, что он был недостаточно левый. И это тоже, это было отчетливо, ясно. И это в этом проблема. Но на самом деле все это Саркази, Оланд, значит, Роскан, все это подробности. На самом деле все это подробности. И Саркази даже, который, конечно, сравнительно, относительно, конечно, лучше, потому что при нем, я помню Париж до него, я помню Париж при нем, да, это хоть какой-то был порядок, может было пройти по улице. Сейчас опять нельзя. Так вот, это все подробности. Потому что сейчас в Европе, это дело не только Франции, то есть Франция и Англия в первую очередь, Италия, Германия, Австрия во вторую очередь, и Швеция, особенно Швеция и Норвегия. Вся проблема в том, что сейчас ситуация заведена так далеко, что нужна немыслимая, невообразимая, вот слушайте термин, невообразимая, интеллектуальная А, политическая Б, потому что без интеллектуальной невозможно, без философского и научного и физиологического, так сказать, объяснения ситуаций, вот такая сила нужна, которая может спасти цивилизацию. Давайте по-другому. А вот этот мультикультурализм. Да, ну это вообще бред. Ну хорошо, бред. Просто бред, да. Ну вы мне скажите, а вот... Рассказывай. Сразу, да, невозможно. Нет. А вот то? Нет, ну то вообще нереально, ну вы поймите. Хорошо. Тогда следующая история. Ну нет, ну простите, я вам просто отвечу, вы же задаете вопрос, я вам отвечу. Почему не даете мне ответить? Все же очень просто. Вот вы живете в некой квартире, вот у вас здесь, здесь у вас мальчик, вынимающий занозу, здесь у вас собрание сочинений Жюля Верна, здесь у вас, здесь у вас три товарища. Три товарища, здесь Рильки, тут Цветаева, тут Ахматова, тут Пушкин на Черной речке, такой, знаете, гравюрка, гравюрка, да. Ну и, конечно, где-то там, там DVD Леди Каролина Лэм. И вот вы во всем этом сидите, рюшечки, креслица, там на креслице какой-нибудь гобеленчик, еще что-нибудь, и вот вы сидите, ни о чем не подозреваете, совершенно от реальности уже отключены, все. И вдруг говорит, ну давайте-ка я вот сейчас вот так от всего сердца помогу, приглашу в свою квартиру, не скажу кого. Но они же такие же, как я, если я буду к ним добрый, если я им дам почитать три товарища Ремарка, им, три товарища, вы им еще Жюля Делеза предложите почитать, Ролана Барта предложите почитать, очень, ой, это найдет большой отклик в их душе. Значит, все, предложу. Ну, Маринину-то, если прочтут, так ничего. Ну, это уровень как раз, да, это как раз подходит, да, да. В этом, вот, в этом видово одинаково, есть видовая одинаковость, да, да, Маринина нас объединяет с Африкой. Так вот, Маринина, вообще Маринина это наша духовная скрепа. Нет, духовная скрепа у нас Устинова. Кто? Устинова. А, Устинова, это тоже как Маринина. Это как Маринина, только скрепнее. Я, честно, обеих не читал, там еще какая-то баллонка есть, я не знаю. Окей, ну хорошо. Ну, вот и слушайте. И вот вы предлагаете им или другим, или марсианам. Ну, вот мне вообще не надо, я же, есть группы, все мы приматы, ну, все мы приматы. И надо, есть разные группы. Кто-то, кто-то создает строю, там вот, создает оперу, балет, значит, кружечки, значит, айпады, айподы, значит, отпады. Все, создает. А кто-то вот режет и сидит, значит, сначала в пустыне или там, значит, на дереве. А потом мы спускаем, даем им всю инфраструктуру, еще типа мы в чем-то виноваты. Мы им все дали, инфраструктуру, медицину дали. И мы еще в чем-то виноваты. Так вот, смотрите. Значит, вы приглашаете вот в это все, где у вас рюшечки, где у вас леди Каролина Лэм, тут еще унесенный ветром сзади, понимаете, там, Скарлетт О'Хара. Вы думаете тоже, ой, я сначала приглашу, а потом подумаю об этом завтра, о последствиях. Вы как Скарлетт О'Хара в этом зеленом платье из шторы. И вот вы с этой морковкой, как Вивьен Ли, брошенная Лоренсом Оливье, который, кстати, Лоренсом Оливье интересовался не только Вивьен Ли, но и, так сказать, тем, что не любят Милонов. Так вот, я вам объясняю. Вот вы в этой всей красоте цивилизации сидите, приглашаете. И вы что, думаете, что вот те, кого вы пригласили, будут восхищаться Вивьен Ли, ее морковкой? Да никогда в жизни. И во втором поколении не будет. Вот у вас в квартире, смотрите, первое поколение вас сожжет, значит, зарежет, обманет, обкрадет. А что вы думаете, что второе поколение ваши останки будет чтить, и ваши косточки развесят там же, где у вас Вивьен Ли, вокруг, значит, такой выложит красивый брельеф вокруг Вивьен Ли вашими косточками. Нет, ваши кости просто спустят куда-нибудь, выбросят, и вы совершенно не будете занимать должного места, так сказать, положенного на стенки, вот, берцовая косточка будет чуть ниже, чем, так сказать, Локон, Вивьен Ли, да? Ничего подобного, никакой такой эстетики не будет. Все будет печально, и даже в музей не отнесут ваши два воротничка. Рядом с камней Гонзага не положат. Я серьезно обозначаюсь. С воротничками я уже не знаю, как жить. А вот что касается, значит, каких-то простых историй, но это означает, что, например, для Москвы, для Петербурга будущее это что? Это Средняя Азия? Ну, вот я вам прям так и сказал. Конечно, это Москва-бат, это, ну, вы же не захотели одного варианта, вы получили другой, гораздо лучше. Это, конечно, да, если такая политика будет продолжена, она будет продолжена по двум причинам. С одной стороны, нету интеллектуалов, которые могут объяснить, что это страшно. С другой стороны, политики как чувствуют, как живут, да, очень просто. Ведь кто виноват в нелегальной эмиграции? Не нелегалы, не те, кто приезжает, а те, кто пускают. Коррупционеры, свои же предатели Родины виноваты, свои родные виноваты. Коррупционеры, которые считают, что можно от этого убежать, купив дом, не скажу где, за границей. А там уже убежать некуда, это не Советский Союз и прекрасный Запад. Там уже то же самое, там уже социализм, и там уже тоже варвары. Везде одинаково. А если вы развалите, доразваливаете эту страну, то все это хлынет в Европу. Тогда вот Соединенные Штаты, которые там на большой процент... Стоп, 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 давайте так, мы не будем сейчас с теми обсуждать, а пообъясним, потому что вас лишат лицензии. Вот серьезно. Нет, стоп, стоп, смотрите. Соединенные Штаты Америки. Сейчас вам скажу, только не перебывайте, потому что если я... Мне сейчас нельзя ошибиться. Ну, то есть как сейчас хирург, да, со скальпелем? Так я не просто хирург, я на минном поле у вас тут. Я уже, видите, и так извернулся, и так... А я обратил, кстати, внимание. Да? Видно? Видно, конечно. Хорошо. Иногда бросайте взгляды на мои два вертничка, а так... Не, ну это просто срежем, но это ладно. Так вот смотрите, Америка, она изначально, вот с первого дня изначально формировалась абсолютно по другому принципу, чем Европа и Россия. Это первое. Следовательно, мы не можем объединять в одну тему эти две разных ситуации. Первое. И второе. Вы меня, конечно, простите, очень серьезно, сейчас тишина, мне нужно как-то очень сказать, ну так хитро, ну очень хитро. Америка, вероятно. В этом контексте, в котором она сформировалась. Потом произошли некоторые изменения. И я не знаю, не знаю, к чему в итоге это исторически, к позитивному или к непозитивному это приведет. Это бабушка надо-то и сказала. Больше я ничего на эту тему сказать в эфире не могу. Вы на Обаму сейчас намекаете, что ли? Это кто? Ну что ж, уважаемые телезрители, собственно говоря, уже какой у нас выпуск-то сегодня? Восьмой, да? Восьмой выпуск программы «Драматургия. История» подошла к своему завершению. Ну и вот с этого удивительного человека, который мы, так сказать, не знаем кто, начнем девятый выпуск. Уже через неделю у нас в гостях будет Евгений Понасенков. Ну и этот тур продолжается. Наш сериал продолжается. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok